Всем привет! Это мое второе видео зимнего booktube сюрприза. Это моя вторая бонуска. Ко мне, насколько я понимаю, основной сюрприз еще не пришел. Посылка приехала из, кажется, Московской области, Подольский район, поселок Львовский. Я не знаю, от кого она, фамилия мне ни о чем не говорит, поэтому мне очень интересно. Во мне сейчас пробуждается настоящая китайская чифа, которой все очень-очень любопытно. Посылка маленькая, но на самом деле увесистая. Открыла! Вау! Вау! Весняшный пакет. Очень зимний. У меня, кстати, новогодняя елочка не разобрана еще. Она так мило подсвечивает ночью, а я очень долго не сплю, поэтому мне очень клево. Ммм, шоколадка, кажется, с апельсином! Ммм, пахнет магически! Да, я была права. Это шоколадка с цукатами апельсина и лепестками миндаля. Это априори, они офигительные. У меня мама очень любит этот шоколад. Верность к качеству, чего-то там еще. В общем, моя мама обожает этот шоколад, и она меня подсадила на него. Очень круто. Боже. Так, читать только после открытой книги. Поэтому я открываю. Вот она. Вняшные бумаги. Ну, бумага, конечно же, будет порвана. Как же так? Что-то, 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 что-то. Валькирия! Валькирия Марии Семеновой в новом издании. Смотрите. Это одна из моих любимых книг. Она у меня есть в старом издании, чуть ли не самом первом, в котором она выходила. И сами понимаете, что мне очень сильно лень покупать себе ее еще в одном виде. А сейчас Семенову издают очень красиво. То есть человек, который делает иллюстрации к ее переизданию, он божественен. Кстати, я была на встрече с Семеновой, когда выходила шестая внезапно книга про Волкодава. Там она презентовала в том числе новую обложку непосредственно Волкодава. И она рассказывала, что когда ей прислали файл с этой обложкой, она говорит, вот если сейчас у него свисает с носа капелька воды, это будет вообще великолепно. И да, там все было прям прекрасно. В общем, Семенова сама признавалась в любви к новым обложкам. И офигительно! Офигительно! Наверное, даже надо перечитать, если будет время. О, какая прелесть! Так, ладно, поехали дальше. Пересчепочка. Когда я 30 декабря сидела в баре под названием Аптека, очень классный бар, там бармен раздавал всем новогоднее настроение в виде пересчепочек. Кстати, там был очень клевый коктейль из джины и бузины. Да. Закладочки для... В общем, вы понимаете, что это такое. Это безумно полезная штука, которая на сессии у меня улетает просто пачками. Кстати, таких я еще не встречала. Классно. Они в виде радуги. Вот, вот полезная вещь. Безумно полезная. Так. О, боже! О, боже! О, боже! Смотрите, какая прелесть акварельная. О, боже! Как это мило! Я так понимаю, что это что-то вроде закладки или просто куда-нибудь повесить. Как красиво! Обожаю акварельные цветы. Еще здесь открытка с Тотаро зимой. И магический катан. Кстати, у моей подруги такой катан. Он прекрасен на ощупь. Нет, у нее другой. У нее веслоухий. Ну, они оба прекрасны на ощупь. И читать только после открытой книги. Я не читаю вслух. Ну, кстати, у меня кто-то свистит там в коридоре. Открытка тоже книжная. И... Человек пишет, что прислал мне бонус. Да. Спасибо за золотой полдень. Фак, yeah. Да-да-да-да-да. Читать Сапковского надо. Настя Грейс. Я поняла, кто. Все-все-все-все-все понятно. Еще одна Настя. Офигеть! Две Настя. Какая прелесть. Я поняла, от кого это. Огромнейшее спасибо. Тут тоже наклеечки с Тотаро. Боже, как это мило. Ладно, давайте подытожим, что было в моей второй бонуске. Здесь была Валькирия Марии Семеновой. Да что ж ты свистишь-то ночной свистун, точнее дневной. Здесь была открыточка с книжкой. Открыточка с котиком. Открыточка с Тотаро. Багический нарисованный акварелью цветок. Милейшие закладочки. И шоколадка. Да, я как раз вчера купила себе шоколадки. Прекрасно. Теперь я точно объемся и умру сладкой смертью. Это великолепно. Вот такие вот дела. Еще раз большое спасибо Насте. Я оставлю ссылку на ее канал у себя в описании. Я, кстати, по-моему, на нее... Да, я на нее подписана. Вот. По-моему, мы познакомились в Инстаграме, если я не ошибаюсь. Ну что ж. Я обожаю BookTube сюрпризы. Спасибо большое, Жем. Потому что на самом деле BookTube сюрпризы — это одни из моих самых любимых видео на BookTube. На YouTube. Потому что это всегда такая милота. Даже если ты как бы... Если ты не хочешь получать какую-то информацию, если ты хочешь просто получить заряд эмоций, то ты смотришь распаковку сюрпризов, и тебя просто выносит. Особенно, если ты немножечко импат. Ну, всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Я думаю, что они будут скоро.